Жуткая аниматронная кукла, являющаяся москутом ресторана быстрого питания, которая пугала людей настолько, что рекламу попросту сняли с эфира. Захват заложников в этом самом ресторане. Таинственное убийство на складе, за которым последовала череда немыслимых событий. Вторжение в наш мир потусторонних сущностей. Всё это переплелось в крайне жутком австралийском аналоговом хорроре, который мы сегодня и разберём. Добро пожаловать в Чимпи Чипос! С вами Фантом. Погнали! Запрещённая реклама Из описания к первому видео мы узнаём, что рекламный ролик ресторана быстрого питания Чимпи Чипос был запрещён и снят с вещания. Якобы дело было в том, что жуткая аниматронная кукла, изображающая маскота заведения, сильно пугала детей. Куклу убрали на склад. А ролики благополучно забыли. Однако много лет спустя запись запрещённой рекламы вновь появилась. На этот раз на просторах интернета. Давайте ознакомимся с роликом и проверим, насколько ваши нервы крепче, чем у американских детишек. Знаете, от чего сходят с ума по всей округе? Скорее приходите в ресторан Чимпи Чипос. Здесь вас ждут молочные коктейли, гамбургеры, картофель фри и многое другое. Вы обязательно придёте к нам снова. Внезапно в кадре появляется сама Чимпи Чипа. И надо сказать, кукла выглядит действительно крипово. Даже бодрый диктор запинается и просит начать запись заново. Однако при повторном проигрывании ролика что-то идёт не по плану. Внезапно фон темнеет, и на экране появляются какие-то фразы. Я так голоден! Столько лет взаперти! Нечего есть! Я знаю, что ты смотришь это! Я голоден! Странный баг пропадает, и мы вновь наслаждаемся процессом приготовления фастфуда в Чимпи Чипос. Уже под конец ролика в кадр опять попадает обезьяна, прерывая диктора на полусловие. Мужчина разражается гневной тирадой. Дескать, я понимаю, что вы хотели как лучше, но эта чёртова обезьяна выглядит просто невыносимо. И вообще он бы никогда не привёл свою дочь в такое место. После этой фразы, глаза обезьяны с характерным щелчком меняют цвет на зелёный. Далее мы видим, как кукла оказывается в полной темноте. Видимо, её всё-таки решили отправить пылиться на склад. Внезапно Чимпи Чипа начинает вращать глазами. Неужели эта жуть ещё и живая? На последних кадрах мы видим, как безымянный пользователь находит на носителе видеофайл под названием «Удалённый ролик Чимпи Чипос». В окне проводника появляются два зелёных глаза, которые начинают быстро увеличиваться в размерах, что сопровождается надписями «Голоден, умри, я иду». Инцидент на складе Второй эпизод начинается с записи камеры видеонаблюдения, расположенной на складе. Из краткого описания мы узнаём, что 11 октября 1984 года некто пытался проникнуть в закрытое помещение. На записи мы видим уже знакомую аниматронную обезьяну. Внешне она выглядит, как обычная кукла. Пылится себе в углу и никого не трогает. Но вот слышатся шаги. Звон разбитого стекла и вой сигнализации. Обезьяна мгновенно поворачивает жуткую морду в сторону нарушителя спокойствия. А затем, блеснув глазами, набрасывается на незадачливого вора. Спустя несколько мгновений мы вновь наблюдаем обезьяну на прежнем месте. Теперь в углу экрана отображаются странные сообщения. «Где я? Как я могу говорить? Оно поймало меня! Я мёртв! Я ничего не вижу! Пустота в мыслях! Кто-нибудь слышит меня?» Похоже, адская обезьяна забрала душу мужчины, которая теперь заточена в аниматронной кукле. Однако, если и вам вдруг захочется, так сказать, отвести душу, то для этого есть и менее опасные способы. Ведь на сервере YouWove, кстати, абсолютно бесплатном, открываются новые игровые миры. 5 января вы сможете оценить Legion X3. Игровой мир на базе клиента 735 с постепенным открытием контента. Он будет интересен как для опытных игроков, так и для тех, кто только открывает для себя World of Warcraft. В этом мире фракции Орда и Альянс объединились для борьбы с новым врагом. Также в Legion X3 работает режим Mythic+. Ну а для самых уверенных игроков предусмотрен режим Hardcore. Это значит, что вы начинаете с первого уровня и не имеете права на ошибку. Ведь у персонажа будет всего одна жизнь. А 19 января свои двери откроет мир Pandaria X5. Первые два дня это будет PvE-сервер, чтобы новые игроки смогли как следует ознакомиться с окружением. Тем более, что с самого начала будут доступны множество подземелий и сценариев. Уже после начнется PvP-месиво. В Pandaria X5 Альянс и Орда также выступают единым фронтом. И тоже предусмотрен режим Hardcore. Ну а пока можно начать с уже доступных миров. Legion X5 и Legion X100. Где вас ждет куча разнообразного контента и стабильно высокий онлайн. Так что переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь игрой. Звонки в 911. 7 января 1984 года диспетчер экстренной службы принял тревожный звонок. Роза, менеджер ресторана Чимпи Чипос, сообщила о захвате заложников. Девушка успела спрятаться за прилавком и теперь старалась сообщить все подробности инцидента. Из сбивчивого рассказа Розы мы узнаем, что некая женщина пришла в ресторан с пистолетом. И теперь держит на мушке около 30 человек, половина из которых дети. Незнакомка выкрикивает проклятие в адрес Бога. А также сетует на то, что у нее отобрали дар небес. Роза сообщает, что глаза женщины будто бы светятся зеленым. Диспетчер пытается поддержать девушку и сообщает, что помощь уже в пути. Но тут Роза замечает изменения в поведении террористки. Она перестала целиться в посетителей и опустила пистолет. Неужели припадок прошел и теперь женщина отпустит всех заложников? Однако все идет по куда более непредсказуемому сценарию. Незнакомка направляет пистолет себе в рот и жмет на курок. Раздается выстрел. Звонок прерывается. А на покрасневшем экране появляется текст. Я не это имел в виду. Я не мог контролировать ситуацию. Ему нужно ваше пространство. Но оно может жить только там, где есть негативная энергия. Не позволяя ему забрать кого-то еще. Чем больше смерти оно принесет, тем больше ему подобных смогут прийти. На следующий день все газеты только и писали о стрельбе в Чимпи-Чипос. Выяснилось, что женщина, захватившая заложников, была беременна. А вот запись другого звонка, датируемая 11 октября. То есть спустя 9 месяцев после стрельбы в ресторане. Кто-то пытался позвонить в 911 со склада Вилбиллс. Причем как раз в то время, когда камеры зафиксировали ограбление. На вопрос диспетчера «Что у вас случилось?» монотонный голос повторял бесконечное «Голоден! Голоден! Голоден!» Чтобы разобраться со страшным звонком, на склад отправили полицейского. Осматривая заваленные всяким хламом помещения, офицер обнаружил в свете фонарика куклу обезьяны. Скорее всего, бравый служитель закона тоже немного сдрейфил, увидев такую жуть. При дальнейшем изучении находка оказалась обычной куклой. Но едва полицейский отвел фонарик в сторону, как в темноте загорелись две зеленые точки. А спустя секунду тварь бросилась в атаку. Раззинутая пасть монстра, несколько вспышек и выстрелов. Вот последнее, что успела снять боди-камера офицера. Прерванный выпуск новостей. В начале этого ролика мы вновь видим нападение обезьяны на полицейского. Как оказалось, для офицера все закончилось хорошо. Метким выстрелом он повредил глаз куклы и смог остановить монстра. После инцидента одноглазого маскота отправили на свалку. Теперь Чимпи-Чиппа лежит среди гор мусора. И, судя по всему, не представляет угрозы для людей. А вот и свежий выпуск новостей. Сообщается, что на территории склада все-таки произошло убийство. Прибывший на место полицейский обнаружил в помещении труп молодого человека. Погибшим оказался 31-летний Сильвестер Ригби. Вскоре было установлено, что он является бывшим мужем Миранды Ригби. Той самой женщины, которая захватила заложников в ресторане. После чего пустила себе пулю в голову. Также сообщалось об обезьяне, атаковавшей полицейского. И здесь мы впервые узнаем, что нашего отважного героя зовут Шон Йец. Как нам уже известно, после загадочной истории аниматронную куклу отправили на свалку. Интересно и то, что записи камер видеонаблюдения оказались повреждены. Иными словами, история про нападение обезьяны основана только на устных показаниях Йеца. Внезапно выпуск новостей прерывается, и тысячи зрителей видят на экране жуткую обезьяну. На меня смотрит так много людей! Появляется надпись на экране. Я так голоден! Спустя секунду Чим Пичиппа исчезает. И выпуск новостей продолжается, как ни в чем не бывало. Директор вещает, что злополучный ресторан был закрыт после стрельбы. Чтобы хоть как-то восстановить имидж заведения, руководство решило снять комедийный сериал под названием «Манки Бизнес». Однако шоу едва продержалось в эфире два месяца. Часть отснятых эпизодов оказалась повреждена, и сериал решили снять с эфира. В конце концов, было принято решение об окончательном закрытии ресторана Чим Пичиппас. Утраченный эпизод Как выяснилось, какие-то эпизоды сериала «Манки Бизнес» удалось восстановить. Пока идет вступление, можно понаблюдать за процессом приготовления еды в ресторане, а заодно и познакомиться с его главными героями. Итак, встречайте. Бекки, посетительница ресторана. Саймон, ее приятель Тугадум. И безымянная официантка ресторана Чим Пичиппас. Стоит отметить, что создатели ситкома учли предыдущие замечания и провели небольшой ребрендинг. Теперь маскот заведения не выглядит таким жутким. Эпизод начинается с того, как Саймон и Бекки сидят за столиком, изучая меню. Точнее, изучают его именно Саймон. И процесс дается бедняге с трудом. Ведь он все никак не может выбрать, что будет заказывать. Незамысловатые шутки персонажей вызывают взрывы хохота аудитории. Внезапно в ресторане воцаряется темнота. Когда через несколько секунд в помещение возвращается тусклое освещение, мы видим, что Бекки сидит за столом, словно загипнотизированная. Саймон пытается привлечь ее внимание, но все без толку. «Хорошо, я закажу супер-чимпи, тебя это устроит!» Однако Бекки молчит. Саймон пытается еще несколько раз разговаривать подругу, но вдруг получает от нее мощную оплеуху. И отключается. В следующем кадре мы видим, что официантка тоже лежит на полу. Наконец раздаются смех и аплодисменты. Бекки резко поворачивает голову. «Теперь нас много. Нам никогда не насытится. Мы ждем тебя. Это наше пространство!» Видим мы надписи на экране. А тем временем сериал заканчивается. И зрителям демонстрируют финальные титры. Экзорцизм. Серия начинается с кадров сильного пожара. Под звуки сирен пылает ресторан Чимпичипас. После специального уведомления о том, что следующее содержание может показаться чрезмерно жутким, нам предлагают посмотреть оперативную съемку. И действительно, последствия пожара в ресторане – это зрелище не для слабонервных. Мы видим сильно обгоревшего человека. А голос за кадром произносит обрывистые фразы. «Я не могу этого сделать! Я слышу их! Нет другого пути! Все закончится сегодня вечером, прежде чем они победят! Боже, прости меня! Мне так жаль!» Раздаются женские крики, после чего обгоревшая фигура поворачивает голову. «Я думала, экзорцизм сработает! Оно привязалось ко мне после стрельбы! Оно слишком сильно! Поэтому это был единственный выход! Чтобы защитить дочь! Помните обо мне!» Это последние мысли погибшей в пламени женщины. Судя по всему, это была та самая Роза, вызвавшая полицию во время захвата заложников. Скорее всего, после того рокового события, сотрудница ресторана почувствовала, что в нее проникла какая-то посторонняя сущность. Поэтому, чтобы спасти и свою дочь, и тысячу невинных людей, она решила сжечь дотла злополучный ресторан. Когда Роза перестает двигаться, из ее глазницы вылетает какая-то зеленая субстанция. И вот мы снова оказываемся на свалке и видим куклу-обезьяны. Ее единственный уцелевший глаз становится зеленым. Каким-то непостижимым образом ожившая кукла оказывается в горящем ресторане. Повсюду летают зеленые сгустки, которые проникают в глаз чудища. Все выглядит так, будто зловещий маскот набирает силу перед финальной местью. Финал Последний эпизод начинается с дневника Миранды. За два дня до захвата заложников женщина писала следующее. В этом мире так много смертей. Когда ребенок вырастет, я буду достаточно сильна, чтобы контролировать свое тело и уничтожить его, чтобы стать свободной и присоединиться к остальным. И вот мы опять возвращаемся в день пожара. Оказывается, что пылающий ресторан успел снять на камеру случайный прохожий. Парень по имени Брейди. Запечатлел он и то, как дух погибшей Розы вылетает из объятого пламенем здания. Почуяв неладное, парень в панике востремляется домой. Однако и там ему не удается скрыться от сверхъестественного преследователя. А в полицию тем временем поступает звонок о проникновении в дом. По случайному совпадению, на вызов отправили Шона Еца. Того самого полицейского, который лишил Чимпи Чипу правого глаза. Офицер приехал на место как раз вовремя. Золовещая обезьяна уже вовсю обшаривала дом, пока Брейди отсиживался в своем убежище. Яйц с фонариком обходит темные комнаты, пытаясь обнаружить либо хозяина, либо взломщика. А обезьяна тем временем уже вплотную приблизилась к месту, где прятался Брейди. Внезапно через окно в помещение залетает душа погибшей Розы и устремляется прямо в глаз монстра. Мы слышим диалог между Розой и некой сущностью, обитающей внутри маскота. Это не ваш мир. Мы забираем все, что хотим. Все, что я хочу, это безопасный мир для моей дочери, где она будет защищена от злых духов. Нам наплевать на нее, как было наплевать на Миранду или Сильвестра. Ты не можешь нам помешать. Вы паразиты, которые распространяются только через зрительный контакт. И я остановлю вас. Вы будете навсегда заточены в этом сосуде вместе со мной. Раздается выстрел, и обезьяна падает на пол. Меткий яйц на этот раз поразил второй глаз монстра. Пролить свет на все происходящее помогает запись разговора Брейди с полицией. Парень признается, что следил за всей этой странной историей, начиная с январской стрельбы. Он слышал много противоречивых слухов, поэтому когда ресторан загорелся, сразу же схватил камеру и отправился снимать. Также парень упоминает зеленое сияние, которое вылетело из горящего здания, а затем якобы помогло уничтожить Чимпи-Чипу. И правда, экспертиза показала, что все внутренние схемы куклы перегорели, и теперь она никогда не сможет работать. Тем не менее, на этот раз обезьяну не стали выкидывать, а оставили для дальнейших исследований. Сам полицейский признается, что вся эта история за гранью человеческого понимания. А еще профессиональное чутье подсказывает Копу, это еще не конец. Вот и небольшой, но настораживающий эпилог. Мы видим, как безымянный пользователь скачивает из интернета видео под названием «Удаленный ролик Чимпи-Чипас». Похоже, полицейский действительно оказался прав. А теперь давайте резюмируем все увиденное. По неизвестной нам причине, маскот ресторана быстрого питания превратился в жуткого монстра, одержимого некими таинственными силами. Эти сущности враждебны по отношению к людям, а к тому же пытаются отвоевать у них жизненное пространство. Для того, чтобы впустить в себя духа, человеку было достаточно просто посмотреть в глаза обезьяне. Вероятно, именно поэтому Чимпи-Чипа вторглась в выпуск новостей, чтобы завоевать как можно больше покорных последователей. Одним из них стала Миранда. Судя по всему, женщина должна была устроить массовую бойню в ресторане, чтобы обезьяна могла поглотить как можно больше невинных душ. Однако в последний момент женщина смогла сломить злую волю и застрелилась. Тем не менее, она успела встретиться взглядом с менеджером Розой, которая также стала одержимой. Но Роза пошла еще дальше. Пока паразит полностью не захватил ее разум, она сожгла ресторан вместе с собой. Душа Розы смогла вступить в противоборство с существами внутри обезьяны. И это подарило полицейскому драгоценные секунды, чтобы лишить обезьяну глаз. В свете этого можно легко объяснить и случай на складе. Сильвестр, муж погибшей, скорее всего пытался украсть обезьяну, чтобы продолжить черное дело по порабощению человечества. А может быть, он тоже хотел уничтожить маскоты, но потерпел неудачу. Этого мы уже не узнаем. Точно можно сказать лишь одно. Теперь, когда удаленный ролик завирусится в интернете, жуткая обезьяна, а точнее тот, кто затаился в ней, предпримет еще одну попытку по захвату жизненного пространства. Сможет ли кто-то помешать чудовищу? Вопрос остается открытым. КОНЕЦ